Процесс возделывания индейки начинается отсюда. Вы можете видеть тушки огромных размеров. Но не пугайтесь, это не значит, что они напичканы препаратами. Питание у них здоровое. Для самца нормальный вес примерно 20 килограммов, а самочка чуть поменьше, весит 10. Такие большие тушки разделывают на части. Филе грудки, крылья, бедра, голени, субпродукты. Хрящ обрезаем. Если попадают с хвостями, вырезаем кость. Плохие моменты бывают, когда что-то потемневшее вырезаем. Впрочем, делаем хороший вид. Екатерина Черкашина работает на агропредприятии из Обильнинского округа полгода. А уже так виртуозно обращается с мясом. Легкий взмах руки и голень индейки готова. Очень нравится. Политик очень хороший. Единственное, что тяжело здесь, это стоять. Целый день стоять. Все. Больше ничего тяжелого нет. Работают на предприятии больше 400 человек. Производство полного цикла. Здесь индейка проходит путь от яйца до упаковки. В год компания производит примерно 12 тысяч тонн мяса. Из него готовят колбасы, охлажденные продукты, деликатесы и полуфабрикаты. За 10 часов это быстро замораживается. Шелковая заморозка в принципе того, чтобы вода не успела, кристаллы воды не разорвали клетку. То есть там именно вот так максимально. Потому что если медленная заморозка, оно потом при дифоростации много потерь идет, жидкости. Реализуют продукцию по всей России. Но основной акцент делают на магазинах Ставропольского края. Бизнес и партнер для Ставропольского края, для Изобилинского городского округа. Это сегодня тоже немаловажно имеет значение. Ну и мы вот разговаривали с руководителем буквально несколько минут назад. Нужно вернуться в историю, наверное, самого производства. И мы проговорили и понимаем на сегодняшний день, что именно Ставрополь являлась родиной индейки, производства мяса индейки. И вот сегодня мы возвращаем эти утраченные некогда традиции. Существует компания с 2005 года. Индейкой занялись в 2016. За это время агропредприятие пережило две вспышки птичьего гриппа. После крайней эпидемии возобновили производство в декабре этого года. На сегодняшний день, благодаря поддержке правительства Ставропольского края, лично губернатора Владимира Владимировича, были выделены деньги на то, чтобы компенсация за потери, которые принесла компания, из бюджета мы получили денежные средства, плюс мы получили страховые выплаты. Эта сумма за два этих случая составила порядка 300 миллионов рублей. Без этой поддержки правительства, однозначно, нам было бы очень тяжело. Благодаря льготному кредитованию агропредприятие растет и развивается. В ближайшем будущем планируют модернизировать один из комплексов компании. Гордятся ставропольскими производителями Кристина Бородюк и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.